Мы считаем, что в таком рабочем порядке, но я думаю, что, друзья, лучше вот здесь, вот этот звук, вот там от друга, лучше вот здесь регулировать. Вот, поэтому, друзья, это, я считаю, что такие, как бы, встречи, что предлагали сейчас и камеру ставить, и писать, и еще что-то, вот, поэтому, друзья, это, что, ну, говорите, ну, обращай внимание, так сказать. Вот, поэтому тут по чату, друзья, конечно, здесь, я тут вижу, пока Анатолиев выступал, был ряд хулиганов, к сожалению, вот, но я не сторонник отключать чаты, не сторонник выгонять кого-то из чата. Вот, собственно, тут, я вам повторяю новости. Ну, друзья, знаете, там, для того, чтобы там, вы опоздали или чуть, я думаю, что большинство людей у нас, видите, сегодня 1285, наверное, такое рекордное количество для вебинаров. Посмотрите записи, посмотрите, это самое главное, друзья, что те, кто хотел услышать, те, для кого это что-то значит, вот, те, все услышали, все, друзья, поняли. И для тех, кто сюда, вы же сами видите по чатам, кто иногда заходит сюда, чтобы вредить, чтобы мешать, чтобы вносить сумятицу, друзья, ну, есть и такие, ну, что, давайте относиться к этому абсолютно спокойно. Самое главное, чтобы вы понимали, мы понимали, и мы дальше двигались. Поэтому, давайте, друзья, еще раз, всем друг друга сейчас уже можно сказать так, что определенный этап – это признание Министерством транспорта и технологии о том, что экспертное сообщество признало о том, что инженер Веницкий сделал технологию, которая сегодня востребована, сегодня применима, и именно в инновационной потребности страны, которую поставил президент, она может быть применяться, и ради этого делалась вся работа. Это заключение сегодня очень важно для всех инвесторов, которые сегодня уже рассматриваются, я говорю, это крупнейшие сегодня международные игроки, крупнейшие фонды, вот, которые рассматривают применение технологий в различных странах, в различных городах, в различных регионах. И сегодня эта тоже работа, друзья, активно ведется. И, соответственно, соглашение, которое мы сегодня готовим с губернаторами и мэрами, и у нас будет, я говорю, как минимум 10 делегаций 30 апреля на подписание соглашений при промежуточной демонстрации, в том числе и унибайков. Это, друзья, все работа, которая сегодня идет и которая сегодня уже очевидна. И репортажи, которые вы видите, то есть почему мы с Алексеем обязательно перед каждым репортажем ставим последние новости, мы показываем срок строительства, потому что, друзья, ради этого мы и собрались, ради этого мы и создали краудинвестинговую систему, ради этого мы организовали всю эту работу, и это тот результат, которым мы отчитываемся перед вами. Потому что чем мы еще можем... Вот вчера, говорю, вели переговоры, а там люди, которые не то что умеют считать, они очень профессионально занимаются технологиями. И когда они увидели и оценили объем проделанной работы и объем того, что мы сегодня показываем, они тоже пришли в некое замешательство, потому что, скажем так, той системой, которую мы организовали, и теми инвестициями, которые туда сделаны, это не могла сделать ни одна команда в мире, ни одна компания инвестиционная в мире, то есть не Сименс, не Самсунг, не Бомбардье, то есть те, кто сегодня разрабатывают новые виды транспорта. И самое главное, что когда было совещание в Минтрансе, даже наши оппоненты, которые там были в нашем КБ, потом создали отдельные подразделения, или те, кто купили на Западе ряд технологий и пытаются их сегодня протолкнуть в России, они все признали, те характеристики, которые дает Skyway, они даже близко не могут предложить. И второй вопрос, когда мы показываем по срокам, за какие сделаны, продемонстрированы и приступили к испытанию, ни одна технология сегодня даже близко не может продемонстрировать такие характеристики. Поэтому это как раз говорит о том, что наши инвестиции с технической точки зрения, друзья, еще раз повторюсь, только с технической точки зрения защищены абсолютно, защищены очень надежно. Со всех остальных точек зрения, друзья, бенчурность никуда не делась, бенчурность сегодня, посмотрите, что происходит на финансовых рынках, посмотрите, что происходит в стране, посмотрите, что происходит с экономикой. Сегодня об этом, друзья, даже не будем говорить, даже не будем обсуждать. Предмет сегодня у нас совсем другой. Мы рады говорить о том, что нам сегодня есть что показать, есть чем общаться с партнерами, которых мы дальше привлекаем в проект. Это есть вам, как сегодня акционерам, как людям, которые пришли на самые рискованные, самые сложные ситуации в проект. Сегодня вы видите, что проект развивается, что проект активно встает на ноги. И сегодня я могу сказать, что, друзья, не за горами. Мы это не раз повторяли. И здесь, друзья, сегодня мы это говорим уже вам абсолютно осознанно и абсолютно четко. Не за горами в тот день, когда краудинвестинговая система будет закрыта и на себя финансирование возьмут уже крупные заказчики и крупные фонды. Это произойдет, скорее всего, до конца этого года. Мы думаем, что это сентябрь-октябрь. По мере того, как идут сейчас продвижения переговоров. Но вполне это может произойти еще и раньше. Поэтому, друзья, это не то, что мы говорим, хватай мешки, вокзал отходит, что вы теряете свои деньги в будущем. Нет, друзья, это неправильные слова, тем более, которые идут для инвестирования. На сегодняшний момент компания нуждается в инвестициях. Мы говорим, что давайте активно привлекать партнеров, давайте активно привлекать новых участников проекта. Но надо понимать о том, что вся наша работа направлена на то, чтобы сделать демонстрационную базу, доказательную базу и чтобы финансирование проекта перешло дальше уже на плечи заказчиков и крупных фондов. Это, друзья, естественное развитие. И мы абсолютно уверены, что мы к этому подойдем. Мы это сделаем. А дальше, друзья, конечно, у нас будет огромный пласт работы, связанный с адресным проектом, с применением технологий. Друзья, работа у нас с вами непочатый край. И, соответственно, мы с вами еще много и много будем видеть чего интересного. Так, друзья, я передаю слово Алексею с формированием. Он там все рядом, а я тогда, с вашего позволения, заканчиваю свое вещание, потому что я присоединяюсь к работе уже фонда. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз, кого не видел, но, собственно, в таких вот походных условиях сегодня Антолий Эдуардович Минский выступил. То есть, заранее просим прощения, если что-то было со звуком не так. Ну и со своей стороны, буквально, так скажем, на несколько минут, максимум на 10 минут, я хотел бы объяснить всем, что сейчас происходит. И донесите это каждому абсолютно. Сейчас наступает новый этап. То есть, я не мог не присутствовать вот на подобной встрече, именно вот как бы серьезной, судьбоносной. Началось очень серьезное обсуждение. И поэтому доносите всем и каждому, что, друзья, в 2016 году тот, кто не присоединится к проекту Skyway, может действительно опоздать. И это будет самой большой ошибкой в его жизни. То есть, представьте, что действительно дают квартиру, где лежат деньги там, мечты, все что угодно. И ключ, ключ, он вот у вас в руках. И, соответственно, когда вы очевидно даете человеку то, что может принести ему прибыль, то, что может решить его проблемы, задачи, есть доказательства, то есть, пройден экспертный совет, и мы это скрывали, мы это до последнего скрывали, пока не были получены заключения от Минтранса. Если вы человеку, скептику, просто доносите информацию, вдумайтесь, насколько сжимается его, насколько вообще сокращается путь рассказа о технологии, насколько сокращается путь продвижения вообще нашего проекта. То есть, достаточно показать вот этот скан с Минтранса, то, что наша технология признана конкурентно способной, то, что наша технология признана абсолютно импортозамещающей, то, что наша технология признана обладающей теми качествами, которые подобные средства и подобных средств вообще в принципе в мире не существует. То есть, вот даже в презентационном материале, в альбоме вы увидите сравнение с Hyperloop и со Skytrend. Но из вебинаров технико-экономических мы прекрасно знаем, что были и другие игроки. На 3, на PRT, Skyway и так далее. Все вы это прекрасно знаете, мы на вебинарах неоднократно говорили. Но эту технологическую гонку, этот марафон не все проходят. И сейчас Hyperloop, Skytrend и Skyway, собственно, мы марафонцы и как раз таки обгоняет сейчас всех Skyway. И, друзья, благодаря только нам с вами это все произошло. Благодаря именно с кеми народного краудинвестинга. Благодаря тому, что кто-то поверил в самом начале. То есть, благодаря тем нескольким ребятам с Тулы, которые начали развивать этот проект. Благодаря первым крупным инвестициям, кто поверил Сергею Анатольевичу и вошел буквально в первые этапы на несколько сотен тысяч долларов. У меня тоже на первых этапах люди входили чуть меньше миллиона рублей. Люди верили. И, собственно, максимально доносить эту информацию, максимально рассказывать те проекты. Потому что, ну, просто это неимоверное благо, которое вы будете внести людям. Потому что это действительно их спасение. Это действительно выход из тех кризисных ситуаций. Не то, что это обучение личностному росту и так далее. Это конкретика. Это не то, что какой-то воздух. Это обоснованная четкая технологическая теория. Без технологических рисков. Единственный риск, который у нас остается, это риск недофинансирования. На самом деле, с теми переговорами, которые проводятся, и вот буквально в соседней комнате они проводятся. Друзья, это будет держаться строжайшей тайной. Это коммерческая тайна. И о коммерческих тайнах, которые сейчас, ну, так скажем, достаточно для развития. И одной из коммерческих тайм был экспертный совет. То есть только когда были получены заключения, результаты, это было опубликовано. И, соответственно, представьте тот момент, и когда вы будете общаться с человеком, в следующий раз о технологии SkyWay приведите ему парочку аргументов. Вначале, рок-хук, потом экспертный совет, потом, может быть еще, а потом все, все, друзья, краудинвестинг может быть закрыт. И что этот человек будет делать? Насколько он будет себе кусать локти? И просто давайте поставим действительно долгом перед нами всеми развитие инвестопроводящей системы в этот короткий период. Менее года осталось, так скажем, до очень серьезных событий в качестве финансирования, развития проектов и так далее. Вы себе даже не представляете, что планируется и сейчас прорабатывают многие вопросы, Виктор Бадурин. И просто супер глобальное развитие планируется. Очень серьезные этапы, которые настанут. Но тогда уже роль краудинвестинга, финансирование корневой технологии, она будет намного меньше, чем сейчас. И зайти в корневую технологию уже на тот момент, к сожалению, будет невозможно. И давайте нести эту идею в массу. Действительно, это национальная идея, национальная идея спасения каждого гражданина именно в свете тяжелой экономической ситуации. Не только в России, во многих странах Европы и так далее. Этот кризис, он нарастающий, он ожидает весь мир. И только вновь добавленная стоимость, вновь созданная добавленная стоимость за счет инновационных бизнесов технологических. И наша технология в ходе получения заключения от экспертного совета была признана именно инновационной. И сегодня Анатолий Эдуардович Уницкий всех конструкторов, инженеров поздравил, что теперь они действительно инноваторы. Теперь они официально признаны экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации. Представьте, если в 2014 году вообще даже в мыслях этого не было у тех, кто ходил в проект. Насколько коротко мы можем донести и объяснить информацию о проекте. И сколько людей действительно мы можем приглашать на вводные технико-экономические вебинары и другие вебинары для новичков. Чтобы, соответственно, люди понимали, в каком проекте они участвуют. И насколько быстро эта возможность пройдет. Такой возможности больше не будет. Будет возможность инвестирования в стартапы, в разработку струнного вакуумного стекла, в разработку, может быть, технологий строительства. Но вхождение в корневую компанию будет уже на тот момент невозможно. То есть нужно будет дожидаться. Это фактически невозможно для обычного гражданина, ребятного человека, так скажем, среднего, мелкого инвестора войти в корневую компанию, если он не крупный инвестор. Потому что, да, естественно, будет происходить какой-то вторичный рынок. Но как раз акции, те, кто будет продавать акции, когда на тот момент они будут возможны к продаже, их, собственно, будут забирать просто буквально массово. Именно серьезные игроки финансового рынка, которые на тот момент будут приобретать эти акции и, соответственно, капитализировать, еще больше увеличивать капитализацию направления своих фондов. И сейчас таких игроков наблюдает много, действительно много. И, собственно, 30 апреля, запомните эту дату, передавайте каждому, всех абсолютно ждем в Минске, на международном событии, на генеральной репетиции, генеральном прогоне. И будет демонстрация первых прототипов, первой технологии. Собственно, 30 апреля пройдет международная конференция. Все крупные инвесторы потенциальные обязательно приглашайте, так как будет лично, естественно, Анатолий Эдуардович и Минске будут представители КБ, и на все ответы, на все вопросы вы сможете получить, соответственно, всю информацию, всю информацию необходимую. Но помните, что каждый из нас с вами, друзья, это просто супер легко, это нужно просто пойти и начать делать. Больше ничего абсолютно не нужно. Настолько просто стало доносить информацию. Представьте, вот сетевые интернет-предприниматели, те, у которых и торговые, и розничные, и оптовые сети, зарождается рынок, у которого очевидные доказательства его эффективности, его перспективности. Очевидные доказательства на уровне экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации. Не это ли железобетонные аргументы? Если человек не понимает этих аргументов, то, соответственно, этому человеку, скорее всего, не место в проекте Skyway. Этому человеку, скорее всего, место быть пассажиром в юнилете, юнибайке и так далее. Но уже заплату. Заплату традиционным, так скажем, пользователям технологии, но не дольщикам технологии. Но дольщиком технологии пока что может стать абсолютно каждый. Сейчас, собственно, уже буквально я спускался с трапа самолета в Москве. Неожиданный звонок, говорю как есть. То есть позвонили, и оказывается немец, незнакомый номер, просто нашел телефон, я не знаю, где-то на сайте, он захотел инвестировать 10 тысяч евро. Он просмотрел всю информацию про проект, и так далее, и, соответственно, задал стандартнейшие вопросы про IPO. И, собственно, я не удивлюсь, если вы знаете, 5 минут я с ним пообщался на эту тему. Я не удивлюсь, потому что это возможность, действительно, которая бывает раз в то лет. И, друзья, мы готовы, мы все спикеры, активисты, и мы должны сейчас дублицироваться, вот за этот год, за 2016 год, мы должны сделать неимоверный прорыв именно в плане краудинвестинга. Потому что другого шанса у краудинвестинга формирование именно дольщиков и массового охвата именно людей в плане дольщиков корневой компании, международной группы компании Skyway, такого больше не будет. Давайте поставим цель, она действительно реальна, то, что мы неоднократно декларируем, но действительно с помощью тех событий, которые уже произошли, это абсолютно реально поставить цель на миллионы людей. На миллионы людей, те, кто узнает об технологии Skyway. На миллионы людей, те, кто поверят в технологию Skyway. Пускай на сотни тысяч, на 500 тысяч людей, которые инвестируют, но эти люди действительно обретут спасение на ровном экономическом ковчеге, подкрепленной реальной прорывной технологией, признанной инновационной, на высшем уровне Российской Федерации, на экспертном совете при Министерстве транспорта Российской Федерации. Это на сегодняшний день самое такое емкое, самое лаконичное и самое объемное доказательство того, что мы делаем и что нет никаких технологических рисков. Единственный риск, это даже недофинансирование, я бы не сказал, что сейчас риск в недофинансировании, это риск в том, что кто-то останется, соответственно, к сожалению, вне этого экономического ковчега и придется уже присоединяться на те небольшие лодочки, которые будут формировать стартапы и так далее. Но я думаю, что это будет возможность, которая упущена и как Рон Уэйн и так далее, и Рон Уэйнов этих могут быть миллионы. И те люди, которые когда-то услышали о информации Skyway, сейчас мы запустим массовую информацию, все получат СМС, что да, действительно технология признана, признана на высшем уровне. И давайте поставим цель в ближайшие месяца запустить ВАУ-конференции, как российского, так и международного масштаба, потому что от технологии Skyway до закрытия краудинвестинга, произойти это может в 2016 году, абсолютно в любой момент. Давайте поставим цель информировать каждого. И, соответственно, эти люди будут нам благодарны, эти люди будут формировать также будущие адресные проекты при их потенциале, при их обучении, при их изучении технологической школы Skyway. И, соответственно, эти люди, самое главное, они будут формировать будущий уже спрос, который мировые корпорации создают десятилетиями, готовят этот рынок, чтобы создать рынок спроса. У нас уже он будет готов, потому что мы делаем на сегодняшний день то, чего никогда никто не делал, то, чего удивляются. И удивился экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации, удивились потенциальные крупные инвесторы, то, что с помощью народного краудинвестинга на коленке, ну, собственно, как Стив Джобс в гараже, Анатолий Эдуардович Юницкий, это Леонардо Де Винчи нашего времени, это Стив Джобс нашего времени, а мы тот самый с вами гараж. Мы краудинвестинг, мы та самая коленка, и мы делаем прорыв, русский прорыв, международный прорыв, мировой прорыв, прорыв на основе русских технологий, время которого неизбежно пришло. И, собственно, вот такой вот посыл, друзья, потому что осталось очень-очень мало времени. Сейчас я запущу тоже очень такой важный опросник, чтобы понять, насколько вы поняли эту информацию и, соответственно, сколько людей готовы вы пригласить, когда вы получили эту информацию. Объективно, честно для себя ответьте, с каким людям вы готовы донести эту информацию. Я не спрашиваю вас, сколько вы готовы инвестировать, я не спрашиваю вас, сколько там в месяц вы готовы инвестировать. Просто доносите людям информацию, не выбирайте за них, они сами сделаются на те, что люди, которые донести эту информацию каждый день. И наше развитие, не смотря на то, что такой глобальный экономический упадок и современных, индексов, промышленных показателей и так далее. Продолжение следует...